Здравствуйте, друзья! Как всегда, в это время в программе «Вдоль» мы говорим о молодых бизнесменах, о стартапах, о новом бизнесе. Сегодня у нас в гостях Алексей Молдаван. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Вы занимаетесь рекламой? Ну, одной из частей, да, наружной рекламой. Что из себя представляет ваш бизнес? Как называется ваша компания? Компания называется «Импульс АДВРУ». Мы занимаемся непосредственно производством вывески, штендеры, стелы, всякие конструкции. Наружная реклама? Да, да. Сколько у вас человек в штате? Какой оборот компании? Ну, сейчас мы расширяемся помаленьку. То есть, как раз вот наступил момент, когда нам необходимо масштабироваться. И сейчас планируется еще добор. Ну, сейчас где-то около пяти человек работает. Пять человек, оборот? Да. Ну, последний оборот, последние данные, ну, где-то полтора-два миллиона в месяц. Полтора-два миллиона в месяц. А компании сколько лет? В сентябре будет год. Молодая совсем компания. Сколько из этих полутора-двух миллионов вы можете позволить себе в качестве зарплаты? Ну, я инвестирую обратно в компанию дальше, потому что сейчас есть моменты, мы хотим и субсидии взять на, скажем, оборудование дополнительно докупить. Вот. Расширение непосредственно цеховых мощностей и всего остального. Ну, себе можно там 150-200 позволить. Всего 150-200 из полутора миллионов. То есть, все остальное пока приходится вкладывать обратно в бизнес? Ну, да. Да, конечно. Нам больше не надо. Этого хватает для того, чтобы себя нормально чувствовать и как бы жить в доставке, скажем так. Вы работаете только в Москве? Москва под Москвой. Москва под Москвой. И вы сами производите, да? Ну, да. То есть, вы не просто ее монтируете? Нет, мы производим сами. То есть, есть у нас, ну, как с самого начала все это начиналось, мы, скажем, познакомились с разными компаниями, которые нам предоставляют там услуги по нарезке, материалы и все остальное. И мы собираем уже. То есть, непосредственно у нас происходит дизайн-проект. Уже по этому дизайн-проекту идет раскрой материалы. Все это мы собираем в цеху и вешаем. А у вас какая-то есть специфика по клиентам? Вы работаете для города или вы работаете для частных лиц? Нет, в основном частные лица, да. Частные лица и компании. Да. Как они вас находят? Ну, вся история началась с тендеров, которые мы непосредственно в интернете искали. Вот. И когда уже что-то находили необходимое, участвовали в тендерах, давали хорошие условия и по срокам, и по решению техническим каким-то. Вот. И последние, ну, и после этого компании, которые непосредственно работали, у них возникал момент, что принцип сарфана радио. То есть, нас уже рекомендовали другим компаниям, другим. И так получилось, что мы без рекламы чисто на тендерах уже начали поднимать как бы свою компанию. И сейчас вы тоже продолжаете привлекать клиентов так приблизительно вот через личные связи или уже какие-то новые способы используете? Ну, пока нет. До сайта не дошли еще руки, мы его еще не закончили. Кое-что там в Фейсбуке постится, уже готовые работы, которые мы делаем и показываем, что вот у нас это есть. Если кому-то надо, мы портфолио скидываем в Фейсбук и все. И рекламу такую прямую тоже вы себе не делаете? Нет, нет, сейчас уже чисто на сарфанном. Ну, нам достаточно, ну, в принципе, вот та масштабируемость, о которой я говорил, она вот как раз к этому подходит к моменту. То есть, в любом случае, наша, скажем так, наша деятельность, она сезонная. И сейчас, например, вот слишком сильно выкидывать в рекламу нет смысла, потому что какой-то спад сейчас будет в августе-сентябре. Да, потом опять какой-то подъем. И январь-февраль вообще нулевые месяцы получаются. И у вас январь-февраль нулевый месяц. Вроде бы у нас корпоративы, у вас реклама, а все равно. Мне кажется, никто не работает в эти месяцы. Да, это точно. Но, как я понимаю, сегодня вам работы вот так вот хватает. И, в общем, пока вы не расширите свои собственные возможности, вам и новых клиентов привлекать нет смысла. Да, в принципе, нам сейчас приходится прибегать к наему временного персонала для выполнения определенных работ. Потому что, в принципе, мы потихонечку, помаленечку находим уже свою узкую нишу, чтобы уже конкретно в ней развиваться усиленными темпами. А что это за узкая ниша? Это, ну, она на уровне строительства. И, ну, вы понимаете, фамилию моя Молдавана. Да, много людей, которые занимаются непосредственно и строительством, и там отделкой квартир, все остальное. Вот. А мы забираем мужскую нишу, которая вот на грани рекламы и строительства. Это коттеджные поселки. Вот оформление полностью под ключ. Ух ты. Оформление коттеджных поселков. Да. То есть, непосредственно там Стелла, например, которая показывает у дороги, как проехать. Потом заборы с баннерной тканью, которые там непосредственно рекламные. Ну, большие как бы. Вот. Потом внутренние, например, внутри там указатели со светодорожающим маракалом, которые показывают, там какая улица, где что, там на домах. Ну, вот такого плана. Слушайте, ну, это вообще, конечно, удивительно. Каждый раз я, когда разговариваю с людьми об их бизнесах, для меня такие открываются вообще непознанные дали и горизонты новые. Кто бы мог подумать, что да, действительно, это же тоже нужно. Это же тоже. Ну, это очень большие объекты, очень большие, как бы, тоже и трудозатраты, и, как бы, очень много нужно там и с землей повозиться, и многие рекламщики просто в это не идут. А мы уже увидели для себя, ну, все, значит, надо работать в этой сфере. Да, это прекрасно, когда у тебя вдруг уже вырисовывается твоя узкая специфика. Ну, ведь так было же не всегда. Расскажите, пожалуйста, из какой вы семьи и откуда эта предпринимательская жилка в вас вообще? Ну, история такая длинная, побросал, так скажем, по свету немножечко. Да, родился в Приморском крае, жил в Молдове. Да, под Владивостоком, да, под Владивостоком. Ну, отец военный был, вот. И тогда не смотрели на территории и расстояние, ничего. Его, как бы, так, на самолет посадили, все, 9 часов ты там. Ну, там мы прожили до 89-го года, как раз, когда в России начинались моменты с перестройками, со всеми делами. Вот, и получилось так, что семья решила на историческую родину, там, где дедушки, бабушки, родители. На Украину? Нет, в Молдову. А, в Молдову. Да, туда мы попали в 89-м. Потом всегда было какое-то непонятное желание что-то изобретать, что-то делать, что-то, какое-то новаторство, что-то привносить. Папа военный, мама? Мама экономист. Да, и получалось так, что, не хотят, может быть, даже того, не ожидая, да, получалось, что в коллективе каком-то остались неформальным лидером. Потом это уже начали замечать, там, преподаватель в школе и выдвигать на всякие посты. Как это, старший в звездочке? Да, да, типа того. Сначала, потом, честно, это дружины, да, какой-нибудь, там, председатель для отряда в пионерском лидере. Ну, это уже, когда было замечено определенными, там, людьми, да, в школе, вот, то тогда они, там, выдвигали на старосту класса и, там, председателем школьного комитета, что-то такое-то. А вам нравилось это? Вначале, вначале, это было немножечко как абуза, наверное, так, да, то есть, ну, все бегают, да, я за всех отвечаю, да, там, вот, но впоследствии, впоследствии, когда был понят принцип, самое главное, да, сначала заработает авторитет, а потом авторитет будет работать на тебя, тогда ты уже знаешь, что вот этими вещами можно пользоваться. То есть, они очень часто помогали, например, решать вопросы, которые, ну, в принципе, сложно решить самому или сложно решить даже на каком-то уровне, там. Например? Ну, например, были у нас, там, какие-то, там, хулиганские выходки у нашего, там, класса еще кого-то, вот, и, там, вплоть до отчисления от школы, но вот это мы все решали уже. И, там, непосредственно, там, с руководством школы. То есть, при моем вмешательстве этим можно было решить. То есть, а организаторские способности и плюс вы, получается, хороший переговорщик. Ну, да, наверное. И поэтому, наверное, уже когда был выбор образования, стоял перед вами вопрос, куда пойти учиться, вы выбрали маркетинг и менеджмент. Выбор пал, так, может быть, даже немножечко случайно, да, потому что, в принципе, ну, сейчас уже намного сложнее русскоязычного в Молдове. Вот, тогда это было еще попроще, но так я поступил на бюджет, то там была небольшая, не то чтобы хитрость, а какой-то момент по поводу языка. Вот, я не сильно владею им, вот, молдавским, румынским. И получилось так, что небольшой хитростью я попал на бюджет. То есть, мне пришлось сказать, что да, я вот хорошо знаю, я иду на контракт. А-а-а. Я иду на факультет и сказал, вот, этот молодой человек будет старостой, все. Ничего себе. Да. То есть, он тоже просек, что вы... Ну, наверное, не знаю, как-то мы там, да, это были подготовительные какие-то курсы там во всем этом, вот. И после этого, скажем так, пять лет от звонка до звонка. Но получилось так, что признали лучшим старостой за все эти годы. Ничего себе. Потому что там менялись, во всех остальных группах менялись люди, у нас нет. Как было, так и есть. А вот, это интересно, я уже забыла, а в университете что входит в функции старостой группы? Ну, на самом деле, это, скажем, налаженная диалога между руководством факультета и непосредственно группой. То есть, если что-то, какие-то моменты организаторские происходят, то вот человек, который все это разруливает. То есть, в принципе, у вас способны, ну, как, умение разруливать любую, как в этом, в криминальном чтиве. Мистер Волф, он решает все проблемы. Это уже такое было с детства, с детства закаленные трудами. Да, и мы непосредственно уже в университете открыли. Подождите, а незнание молдавского языка на этом фоне, оно, в общем, простилось сразу, да? Ну, в принципе, Бельце, это, скажем так, второй город по величине в Молдове, и он является полностью русским. Являлся до какого-то времени, пока не стали там разъезжать, все остальное. И не стали какие-то националистические вот последних лет в Вене в Молдове. И уже там стало понятно, что там делать нечего? Ну, да, стало понятно, это лет пять назад, наверное. И вы переехали в Москву? Нет, я в Киеве жил потом еще. Ну, сначала в Бельцах, потом в Кишиневе, вот после, как я закончил обучение. Вот, и потом уже в Киеве, в Москве, да. А в Киеве что же надо знать? Украинский язык? Ну, Киев чем? Нет, там не так все сложно. Скажем, Киев, он тоже как бы многонационарен, как и Москва, потому что в основном, скажем, украинский, это за БДНСИ. Это туда западная края. Ну, тем не менее, в Москву-то вас все равно перенесло оттуда, об этом чуть попозже. Это программа «Вдоль», у нас в студии Алексей Молдаван, руководитель собственного рекламного агентства, который занимается наружной рекламой. В Киеве, почему вы в Киеве не задержались тогда? А чем... И чем занимались там? Да, чем сложно в Киеве? Ну, в Киеве занимался, тоже пытался начинать какие-то свои деятельности, бизнесы, да. То есть, это было тогда еще, когда ВКонтакте не банил за массовые рассылки и все остальное. Вот, получалось так, что мой знакомый, он имел хорошие связи с американским сайтом Soccer.com. Это про футбол? Да, это футбол. И у него там были связи в Америке вот насчет всего этого. Я раскрутил группу, где-то до 6 тысяч человек. Вот, и за полтора месяца именно футболистов, которые занимаются футболом. А так как в Киеве 2012 год, он являлся таким футбольным годом, да, 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 да. То на фоне этого у нас очень шли продажи именно бутсы, там, мячики, там, все такое. С символикой? Не с символикой, мы просто заказывали хорошую обувь. Даже вот из Динамо Киев у нас были клиенты, которые покупали бутсы и, да, там, гедры и все остальное. То есть мы новинки могли привезти на рынок, которых еще даже не было, их не завозилось. Так, ну это был, в общем, неплохой бизнес. Или год футбола закончился и интересовался? Нет, дело в том, что, чтобы жить в Украине, вот, гражданам стран СНГ необходимо там, скажем так, не просто регистрироваться, а получать документы определенные. Потому что три, максимально сколько можно находиться в году, это, если не ошибаюсь, 180 дней, то есть 6 месяцев. То есть ты должен находиться 90 дней в стране, потом на 90 дней выехать, и потом на 90 дней въехать, и опять на 90 дней выехать. То есть возникли проблемы с линализацией? Нет, фирма у меня там до сих пор есть, но я как бы на любом балансе не пользуюсь ею. Единственное, что нужно было решать тогда. И как бы возник вопрос, что мне предложили ребята, с которыми я работал в интернет-индустрии, и сказали, ну, слушай, давай попробуем в Москве. Ну, давайте, приехал. Приехал и снял квартиру. Да, да, снял квартиру, был даже момент того, что жили на 150 рублей в неделю. 150 рублей в неделю. А это что, на гречке? Это на хлебе, пару сосисок, может быть, там кефирчик немножечко. Что-таки? Ну, на неделю распределялось. Подожди, я вообще, конечно, слабо это себе представляю. Мне кажется, даже в студенческие годы так было попроще. Да, дело в том, что я, когда сюда приехал, не было у меня здесь никого из знакомых, друзей. Ну, есть, конечно, были друзья здесь, но я человек, который не люблю просить что-то или кому-то набиваться в какие-то потребности, что-то еще. Ну, а как? А не страшно было вообще без просто вот так вот, не знаю, бродусоваться в воду? Без связей, без перспектив каких-то? Все это нарабатывается всему свое время. Ну, а хорошо, а как нарабатывается? Вот живет человек на 150 рублей в неделю, у него есть какие-то амбициозные планы, но как их реализовать, с чего начать? Ну, получается так, что изначально там первая, например, моя работа, которая была здесь, да, я просто ходил по городу и искал места для аренды для компаний. То есть там какие-то... Риелторам? Ну, не совсем, это были, как бы, скажем, единичные сделки какие-то, да, то есть это не было на постоянной основе. Просто мне сказали, вот, хочешь там немножко подзаработать, ну вот попробуй. Походил. Ну, а подожди, а ты как-то, у тебя же был какой, молдавский паспорт? Ну, да. А как ты здесь, опять же, реализовался? Ну, здесь, например, нет, здесь все нормально в этом плане, потому что там три месяца ты находишься, потом выезжаешь и можешь сразу заезжать. То есть в этом это проще, чем в Украине. А разрешение на работу? Разрешение на работу не нужно было пока что. То есть вариантов там устроиться в какую-то компанию менеджером не рассматривалось? Дело в том, что, нет, рассматривалось это впоследствии, где-то вот через 3-4 месяца, как я вот здесь вот так вот походил, посмотрел, познакомился. Просто ходил по улицам и глазел. Да, дело в том, что вообще для меня энергетика города, это что-то с чем-то, потому что каждый раз все пыталось себе доказать там или что-то. Нужно, нужно, чтобы все двигалось очень быстро. То есть если вот, например, маленький город, там все двигается медленно, то в конечном итоге и ты как-то там... Протухаешь. Да, 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 становишься каким-то, не знаю, вялотекущей какой-то такой вещью, да. А здесь энергетика очень сильная и просто хватало пройтись по городу. Зарядиться. Да, и почувствовать вот насколько здесь лежат деньги под ногами и всего остального, и сколько их просто нужно увидеть, каким образом их просто собрать. Да, ну смотри, вот ты из Молдовы, я из Украины, и огромное количество моих там соблеменников, знакомых, одноклассников, которые приезжают сюда, пытаются здесь что-то построить, какую-то жизнь, какую-то работу, уезжают не сонно хлебавшие. Я знаю одного человека, который 8 лет прожил в Москве, молодой парень, 35 лет, работал тут со строительством, разумеется, с какими-то там частными делами и прочее, прочее. Он вернулся обратно, он там ничего не делает, он там просто в полной же, но человек 8 лет в Москве не напитался, не пропитался этой энергетикой, не смог воспользоваться. Но вопрос в целях, кем ты себя здесь чувствуешь. То есть, если ты приехал сюда заработать денег и уехать, ну, ты, может быть, чего-то добьешься. А если ты себе поставил заслонку, что ни шага назад, и дальше у тебя уже ничего сзади нету, вот тогда уже начинаешь думать о том, как двигаться вперед. И у тебя была именно такая ситуация? Ну, я перебежу. Все равно я на «ты» перехожу. Извините, уважаемые радиослушатели, где-то в середине программы, каждый раз в диалоге с молодыми предпринимателями, я уже все, я не могу больше на «вы», ладно, можно, да? Ну, конечно, конечно, даже нужно. Так, и ты поставил для себя вот это вот ни шагу назад? Ну, да. И ничего сзади, ну, как, там же осталась семья, может быть, девушка какая-то любимая? Ну, я привез родителей сюда, брат уже здесь, уже все мои здесь. Ну, с самого начала ты просто ходил по городу и понимал, что здесь все есть, только надо найти место, за которое ухватиться. Да, были моменты, я вот жил в Мытичев первое время тоже, и пешком ходил до Красной площади обратно. Из Мытич? Да. Ну, это заняло, да, сутки заняло, там, скажем, в 9 утра вышел, в 9 вечера пришел, но вопрос в том, что вот просто ходишь и наблюдаешь за тем, как оно все здесь устроено. Потрясающе, просто какой-то Ломоносов. А дальше-то, ну, хорошо, ну, ты понял про то, что тебе здесь место, да? Да. Это твой город, ты соответствуешь его энергетике, она тебя не давит, не жрет, слезам не верит. Что делать, что делать? Ты не хочешь работать на дядю. Ну, получилось так, что я пошел чуть-чуть немножко работать на дядю, вот, но это история полугодовых отношений, вот. Вот, получилось так, что фирма, куда я устроился, они занимались пиаром, я пришел и сказал, ну, можно делать наружку. Говорят, ну, давай попробуем. И так на коленках, на, скажем так, в подвалах, еще где-то в гаражах каких-то, вот, кое-что собирали, и я наработал первых, там, 2-3 клиента, вот. И после этого я подумал, что я уже не могу просто, вот, душит меня работа на кого-то, и я ушел. И ушел в собственное плавание? Да, открыл свою фирму, вот. С чего начал? Начал... С офиса? Нет, нет. Офис, в принципе, офис в Москве, это, скажем так, затратная часть. Не то, что роскошь, для начала это даже, просто нет необходимости. Потому что в некоторых вещах, ну, скажем, здесь никто не любит приезжать в офисы маленьких компаний и разговаривать с ними насчет того, какого-то заказа там, там, 300-500, там, до миллиона, да. То есть потом уже хотят приехать на производство и посмотреть, как это все производится. Вот, а изначально в офис это ты постоянно берешь кейс с собой, вырушаешься телефоном и едешь. Берешь свое портфолио? Ну, портфолио высылаешь в основном на e-mail. А, даже так. Конечно. И едешь просто непосредственно разговаривать с людьми? Да, приехал, посмотрел, что они хотят, ага, вот это, давайте, может, предложим такие решения. Если решения как бы не находятся, дело в том, что, я не знаю почему, но рынок очень ленив в плане такого. Вот компании выросли и дальше не предлагают альтернативные решения какие-то. То есть они привыкли работать там с одними материалами, ну, все, значит, так оно и идет. Хотя сейчас намного позволяет лучше, больше использовать, качественнее делать это все. И даже вот те же самые затраты, первоначально все рассчитывают, вот нужно это сделать, какие-то затраты могут быть, да. А потом подсказать, что если мы сейчас, например, затратим там на 15% больше, то впоследствии в эксплуатации это будет намного дешевле. Ну, вот такие решения, может, как раз и как-то подкупают клиентов, и возникает момент, что у нас даже вот такие доверенные отношения, и многие вещи, скажем так, вот нужно сделать то-то. Окей, приехал, посмотрел, сделал решение, дал, вау, все, супер, работаем. Ну, это сейчас, а в самом начале, смотри, ты человек, ну, скорее с гуманитарным образованием, да, ну, менеджмент в области, там, маркетинг, реклама, юрисперуденция. А то, чем ты сейчас занимаешься, это почти, ну, это техническая история, да, производство, монтаж, демонтаж, ла-ла-ла. Не, ну, я же не сам монтирую это все. Но все равно в этом надо как-то разбираться, как ты этому учился? Ну, дело в том, что у меня, скажем так, в Молдове были свои бизнесы, да, то есть, которые начинались, вот, это у меня там было и рекламное агентство, я вот даже широкоформатную печать себе взял, и колл-центр свой открывал, вот, и, там, выборы поддерживали одно время, то есть, довольно-таки сильно. Много всего попробовал. Да, 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 вот, а уже оттуда, оттуда уже какие-то пошли, например, там, желание здесь что-то добиться, и опыт, который у меня был. На самом деле, не знаю, как сказать насчет этого, но уровень некоторых вещей там, здесь просто не так придираются к качеству, на самом деле. Там люди не могут платить больших денег за это все, но каждому, вот, деталечки тебе просто вырванные годы могут сделать. Здесь это тоже есть, да, ты готов, там, ну, маржа, которая выстраивается здесь, она намного выше, и, скажем, рыночная цена, которую, например, предлагают, это заоблачные цены. Ну, ты же не сразу начал с производства, да, то есть, вот, сначала вы делали какие-то визитки, вы предлагали какие-то креативные решения, или это уже изначально было здесь, в Москве? Нет, здесь на посредничестве можно очень много зарабатывать. То есть, в самом посредничестве, оно, ну, разница между тем, чем ты можешь купить, если ты знаешь, где купить, и с тем, как ты можешь продать, то здесь это небо и земля. То есть, ты начинал как посредник, получается? Ну, не совсем, то есть, я привозил сюда несколько человек, да, вот, они уже, там, мои работники, которые со мной уже долгое время работают, вот, и просто говорил им решение, как это сделать. И получилось так, что, например, по, ну, скажем, мы собираем, мы сами не режем, сами не, там, мы чисто собираем все это дело, и получается, что, например, есть компании, которые нам поставляют все это, там, нарезку, ту же самую, там, материалы какие-то. То есть, ты опять все разрулил, опять все наладили? Ну, да, просто ниточки, ниточки собрал, вот, и получился клубочек, из которого... Из которого, что дальше, об этом после новостей. Это программа «Вдоль», у нас в студии Алексей Молдован, хозяин собственного рекламного агентства, напомню, «Импульса ДВРО», который занимается наружной рекламой, и мы рассказываем вам, как становился этот бизнес, которому сейчас всего год, но уже у него оборот полтора-два миллиона в месяц, что, я считаю, вполне неплохо для начинающего предпринимателя. Думаю, да. Ты говоришь, я привез несколько человек, то есть, ты не смог найти, ну, вот, здесь, в Москве, людей, которым бы ты доверял? В принципе, нет, потому что то, что я видел, то, что делали другие, ну, мне изначально уже не нравилось. Ты привез людей из Молдовы? Да. Чем они отличаются от москвичей, что они более трудолюбивые или, там, менее прихотливые? Ну, другое, другое восприятие, по-другому совершенно смотрят на вещи, да, для него, да, даже по стоимости сила дешевле намного. То есть, качество выше, а стоит меньше? Стоимость дешевле, да. А тебе приходится этих людей каким-то образом здесь же тоже и легализовывать, и размещать? Ну, конечно, конечно, само собой. Это же, там, иметь дело с ФМС и прочее, прочее, это не геморрой? Ну, дело не совсем с ФМС. Я вот тоже год назад получил российское гражданство по программе переселения. Вот, и, в принципе, получилось так, что я этот бизнес немножечко осваиваю. Это консультационные услуги по поводу получения гражданства. То есть, хочешь делать хорошо, сделай сам, это называется. Ну, да, то есть, люди, которые приезжают ко мне, я им помогаю получить гражданство в России. То есть, у тебя уже, это уже не твоя головная боль дальше, как они здесь будут устраиваться, размещаться? Нет, если они у меня работают, то, конечно, я им делаю разрешение на работу, и все документально, чтобы было правильно, потому что… И это все равно удобнее и проще, чем нанимать человека здесь, потому что, ну, тебе не нравится, как они работают. Ну, конечно, конечно. Окей, расскажи тогда, кто были твои первые крупные клиенты, ты помнишь вообще, как ты понял, что вот эта ниша моя, и мы будем ее разрабатывать? Ну, одни из крупных клиентов, которые сейчас, уже на протяжении, наверное, вот этого года как раз с ними работаем, это Никольская Кемпинский. Вот, то есть, сейчас даже вот мне говорили недавно, что рядом с нашими там вывесками фотографировалась Николь Кидман. Да ладно? Да. Это же лучшая реклама, надо срочно найти эти фотографии. Ну, я вот как раз вот только буквально на днях узнал об этом, вот, и получается, что работа с ними – это большое удовольствие, просто очень адекватные клиенты, которые сразу понимают, когда им объясняют, что вот нужно использовать эти материалы, потому что это правильно, а не давайте что-то подешевле и сделаем так, как оно будет. Ну, не такие богатые люди, чтобы позвать все дешевле. Совершенно верно. А скажи, а вот ты, каким образом ты сам узнаешь обо всех этих новейших технологиях? Ну, я слежу за рынком, слежу за тем, что происходит, например, производство каких-то там материалов, новинок, которые у нас приходят. Потом, если там экспериментальные какие-то закупки идут, менеджер у них сразу отзванивается и говорит, вот, есть какой-то новый материал появился, давай, может, попробовать его где-то использовать. То есть, можно сказать, что ваше выгодное отличие от конкурентов именно в том, что ваша компания реагирует на все новое и внедряет это тут же? Ну, мы стараемся полностью удовлетворить моменты клиента. То есть, не так сделать, а давайте я с вас рублю побольше денег и в конечном итоге сделаю вам что-то, что вам, может быть, через какое-то время не нужно будет. То есть, первый вопрос, который возникает, когда мы встречаемся с клиентом, это какой у вас должен быть эксплуатационный срок, вот, потому что понятно, что вот эти перепады температуры, сезонности в России, это очень сильно влияет на материал, который необходимо использовать. Вот, и второй момент, это та кнопочка, которую мы сейчас ставим у себя на сайте, когда вот его разрабатываем, это простая кнопка «Подумай за меня», как она называется. Ну, человек нажимает на эту кнопочку, и ему попадает информация, что все, что он там не хочет, если он думает, да, ну, по сути, по сути, многие менеджеры, особенно в маркетинге и рекламе, они довольно ленивые. Вот, и они не хотят думать, как это сделать, что это сделать, каким образом это будет. Лучше заплатить человеку, который знает, как. То есть, нам закидывают информацию, и это уже наша забота, из чего мы это будем делать, какие решения мы можем предложить. Скажи, пожалуйста, а вы сайт делаете сейчас больше для презентации себя, или это будет реальный инструмент продаж? Думаю, что инструмент продаж, потому что есть и калькуляторы там на сайте будут, и наши работы, и объяснения, какие материалы используются, что, где, как. Ты как человек, который имел дело с ВКонтакте, вот с этими маркетинговыми технологиями через социальные сети, наверное, ими тоже должен пользоваться сейчас? Кроме того, я вот год, не год, а вот с ноября месяца учусь в бизнес-школе Ромэй, менеджмент в интернет-технологиях. Вот, это очень много дает, в плане того, что все мы прекрасно понимаем, что, в принципе, за интернетом будущее, да, оно уже настоящее, вот, и куда это все движется, куда эти рынки как бы изменяются. Потому что, ну, скажем так, наружная реклама, то, что я сейчас занимаюсь, это бизнес, который я вот собираюсь не то, чтобы оставлять, да, а это первоначальный шаг, на котором можно заработать определенные деньги и вкладывать в другие какие-то проекты массово. Потому что, в принципе, работая на рынке B2B, да, это не та массовость, которой не хотелось бы, когда работаешь на B2C. А B2C – это бизнес-то? Бизнес-то-канцемер. А то кастомер. А, ну да, понятно. То есть, в принципе, то, что ты сейчас делаешь, это далеко не предел возможности и желаний, да? Нет, только начало. Ты хочешь стать, ты хочешь что-то предлагать массовому потребителю? Ну да, кроме того, кроме обучения, то, которое происходит, да, я очень активно участвую в общественной деятельности, непосредственно в Ассоциации молодых предпринимателей. Там вот у нас два проекта, это бизнес-навигатор и гильзия надежного бизнеса. То есть, проекты очень интересные в плане того, что, первый, например, помогает молодым предпринимателям начинать свои дела, какие-то там, может быть, менторство какое-то, да, там. А второй, он направлен на, скажем так, отражение этики бизнеса. То есть, там уже есть кодекс этики, разработанный скоро, он как раз будет опубликовываться, это в гильзии надежного бизнеса. Это сейчас будет, скажем так, распределение, то есть, компаний, которые будут входить, скажем, в гильзию, да, на белой компании и черной компании. Вот как. Да, то есть, черные компании, с которыми не стоит вообще иметь дело, которые мошенническим путем на рынке действуют, и что-то в этом плане, да. То есть, конечно, это все документально должно подтверждаться, чтобы компанию завести в черный список, и над этим будут работать наши юристы, вот, и, как бы, проверять все данные, которые будут нам предоставлять, там, люди, либо компании, которые работали, либо пострадали от действий мошенников и всего остального. То есть, там у нас непосредственно, может быть, проверить, стоит ли работать с этим контрагентом, либо не стоит, либо, если стоит, то на вас страх и риск. Ну, а сам ты пришел в эту ассоциацию, чтобы заниматься этой общественной деятельностью, или она действительно тебе чем-то помогла, какие-то там, какое-то образование? Да, первоначальные мотивы, это было непосредственно создание партнерской программы с, скажем, с предприятиями, которые уже находятся в ассоциации. Вот, но в дальнейшем, да, когда начали, ну, заметили, что какие-то моменты я могу в общественной деятельности помочь, да, и готов тратить свое время на… Опять быть старостой. Типа того. Опять тратить свое время на что-то, да, то получается, что вот эти проекты, они очень заинтересовали и меня, потому что у них, в принципе, я вижу очень большое будущее. То, что, например, навигатор… Ну, ассоциация – это очень большое образование, да, ассоциация молодых предпринимателей, которая затрагивает очень много различных путей. Вот, это и общественная дума сейчас сделана была, да, в рамках ассоциации. Это вот то, что я говорил, гильдия надежного бизнеса, бизнес-навигатор. Бизнес-навигатор – это такая песочница, да, к которой вот приходят молодые там, не только стартаперы, да, это слово уже оскомина наело, особенно в IT-отрасли совершенно. И очень иногда стартаперы и стартаперы – это вот две крайности. Да. Вот, и получается, что там какая им может быть помощь, каким образом открыть предприятие, что сделать. То есть, полностью, как легализовать свой бизнес, какие шаги предпринять, может быть, каких-то менторов там себя найти, да, может, инвесторов кого-то. То есть, это позволяет человеку, который, в принципе, не знает ничего о предпринимательстве, понять, где он находится, каким образом ему можно двигаться, чего он может достичь вообще в этой жизни. Ну, а ты же, когда начинался в бизнес, у тебя ведь не было такой организации? У меня есть опыт, с которым я могу поделиться с молодыми людьми. Какие шишки ты набивал, начиная бизнес? Есть очень хорошая песня, я вот не помню, кто ее исполняет, «Падали, но поднимались». То есть, если в любом случае тот, кто хочет начать свое дело или начинает, он столкнется с тем, что будет падение. Не бывает такого, что было все очень хорошо и подъем. Падение из-за того, что сезонный бизнес, из-за того, что неправильно что-то построил. Очень много факторов. Наехала налоговая или там, я не знаю, просто устал. Вот в твоем случае падения какие были? Факторов очень много, есть внешне, внутренне, да, но в моем случае это, скорее всего, было варенье в собственном соку. Да, то есть, бизнес рос, как бы все было замечательно, но некоторые вещи за счет того, что, например, ты больше времени уделяешь производственным моментам, организации, ты не всегда можешь уловить… Тренды, да. В таком направлении, да. И очень часто бывают не то, что тренды, да, в России, как в любой… в России это особенно чувствуется. Это две проблемы первоначальные. Это как найти первоначальный капитал, да, и как не умереть от масштабируемости. Потому что, когда ты начинаешь, и у тебя начинает это расти, потом ты делаешь очень какие-то правильные умные шаги, да, и тебя просто заваливают потом звонками и все остальное, и ты просто не можешь обеспечить все это. То есть, к масштабируемости тоже нужно быть готов и финансово, и морально. Вот у меня даже телефон совершенно… я не ставлю его на звук, потому что любая мелодия буквально за две недели, она уже начинает надоедать. Сводится ума. Да, да, да. То есть, подожди, это парадоксально. Ты двигаешь свой бизнес, ты его расширяешь, ты стремишься к тому, чтобы зарабатывать больше денег и делать больше, и вдруг, когда это к тебе приходит, ты к этому не готов. Не готов, да. Очень многие не готовы, и очень многие на этом сгорают. Как? И что? И на этом кончается бизнес или что? Нет. Что люди ходят с ума или что? Нет, они падают. То есть, происходит падение. А как тогда удержаться? Вот это все просчитывать нужно. Вот финансовые модели, когда ты строишь стратегию какую-то, вот непосредственно развитие своего бизнеса, ты должен быть готов, что у тебя может быть масштабируемость. То есть, к этому нужно готовиться заранее. Но это же хорошо, когда у тебя масштабы твои меняются в большую сторону. Это хорошо тогда, когда ты действительно правильно оценишь свои силы. Потому что, если ты берешь проекты, которые ты потом не вытягиваешь, это еще хуже для тебя на рынке. До свидания, репутация. Не только репутация, здесь мало кто смотрит на репутацию. Вопрос, ну, я не говорю сейчас в малом бизнесе, да, чуть подальше. Да, конечно, репутация играет очень большую роль. Здесь возникает тот момент, что даже какие-то там юридические проволочки, что-то еще может быть, просто могут погубить твой бизнес только из-за того, что ты решил, что вот надрежь ты мне вот здесь, вот здесь, и я хап на этот кусочек. Ого, ничего себе. Это я такой первый раз даже, наверное, для себя слышу именно в таком определении, что ты должен в бизнесе, ты должен всегда хотеть большего, но при этом не слишком широко шагать. Получается, сдерживать себя, как-то придерживать. Ну, сдерживать, может быть, не получится, да. Лучше быть готовым к тому, что растить. Ну, конечно, конечно. Ну, как так? Я хочу, я горю, а вы меня останавливаете. Возникает момент, что даже работая там по 24 часа в сутки, то ты просто можешь сгореть сам морально, и это не принесет тебе удовлетворения. А из депрессивного состояния люди выходят очень долго. У тебя бывало депрессивное состояние? Ну, да, наверное, когда развелся с женой и покинул Молдову, тогда да, немножечко. Вот Киев для меня был депрессивным немножечко. Подожди, а вот это такой момент, который мы упустили. То есть для тебя так получилось, что удача в бизнесе повлекли за собой неудачи в личной жизни? Не совсем. Почему Молдова для меня стала страной, скажем так, запретной, да, в плане ведения дел и всего остального? Потому что там вот тогда я действительно, когда варился в собственном соку, я не успел уловить момент масштабируемости. И мне просто некому было помочь в этой сложной ситуации. Потому что она была сложная в плане того, что, может быть, мне нужен был чей-то совет. То есть вот менторство, да, то, что сейчас очень многие говорят, это очень правильно. Единственное, что, конечно, менторы, они не бескорыстны, вот, но менторство, это очень правильно, потому что многие шаги, которые ты можешь сделать правильно, неправильно, да, то есть тебе могут подсказать. Мы продолжим разговор с Алексеем Молдованом после новостей. Это программа «Вдоль», у нас в гостях директор рекламной компании «Импульса ДВРУ». Алексей Молдован, мы говорим о том, как падать и подниматься, когда ты начинаешь свой собственный бизнес, когда ты молодой предприниматель без опыта. Вот, вот, то, что ты говоришь о менторстве, что оно не всегда безвозмездно, мне кажется, это, наоборот, хорошо, потому что я в своей жизни знаю на все 100%, что халява наказуема. Ну да. Если ты хочешь что-то получить, нужно всегда за это как-то заплатить. Но иногда приходится платить слишком высокую плату. Вот, видишь, ты говоришь, что ты переехал, уехал из Молдовы, и из-за этого разрушилась твоя молодая семья. Сейчас у тебя получается совмещать бизнес с личной жизнью? Ну, наверное, я не замрачусь насчет этого сильно. Пока в приоритете дело. Ну, оно было, мне кажется, и тогда, скажем так, я женат на работе. По-другому не получается. Либо ты даешь полностью бизнесу, да, либо ты живешь праздно или как там еще. Ну, почему, надо же как-то продолжить свой род. Нет, согласен, согласен. Насчет этого я полностью согласен, но, опять же, до трех лет, пока компания не становится на ноги, то невозможно совместить полностью, как бы это хотелось. Потому что возникает момент, что очень часто на тебя обижаются, что, а, почему ты последние деньги вытаскиваешь и закидываешь их обратно в дело или там материал или что-то. Ты видишь, как бы, цель, которой идешь, и эта цель, она не кажется тебе чем-то там невозможным. То есть это вполне достижимо, это не какая-то голубая мечта. Конечно, конечно. Ну, да, но найти подругу дней суровых, которая со всем этим смирится и будет, как жена солдата, расти с тобой до генерала, да, это не так просто, особенно в Москве. Ну, в Москве, я думаю, это нереально. Ну, послушай, ну, тебе же тоже, наверное, хочется, там, я не знаю, съездить отдохнуть, купить хороший автомобиль, там, я не знаю, новые часы, в конце концов. Это тоже важно, как ты выглядишь в бизнесе? Нет, конечно, я согласен на какие-то элементы. А ты себе не позволяешь эти элементы? Нет, почему, почему, элементы все эти есть. Автомобиль у тебя нет? Есть два. Правда? Да. Ну, я не езжу, я за рулем, я за рулем не езжу, я просто, ну, как бы, ну, не мое это. То есть, например, в Москве мне проще на метро передвигаться и все остальное. Есть у меня автомобиль, вот, в прошлом году даже, когда в декабре купил еще один себе. Тебя возят водители, если что? Ну, когда надо, тогда да. Ну, я очень редко езжу на автомобиль. Если мне нужно куда-то выходить, то сейчас это с пробками, с всеми делами. Удовольствие не приносит? Ну, да. А что, автомобили тогда стоят просто, и ты ими любуешься? Ну, едят мои ребята. А, ездят на заказы? Не, ну, это грузовые мне отдельно, это не касается тех автомобилей, которые ездят. Они ездят с девушками, знакомятся на твоих автомобилях. Ну, не знаю, я так. Так, ну, хорошо, но ты себе, все равно же, ты же сам говоришь, что нужно вовремя уметь там остановиться, выдохнуть, расслабиться, чтобы не оказаться в депрессии. Как ты отдыхаешь? Что ты себе позволяешь на заработанные деньги? В последнее время меня вот больше интересует, я не позволяю себе много свободного времени, потому что у меня вот проекты, которые меня интересуют, вот и в школе, которую я там разрабатываю, социальный проект один очень большой. В школе молодого предпринимателя? Нет, это РМА, бизнес-школа. А, бизнес-школа. Да, да, да. В интернет-технологиях, то, что у нас там, да. В бизнес-навигаторе, то есть принимаю очень активное участие, да, там, потом вот сейчас гильдии надежного бизнеса собираюсь, как бы, принять очень активное участие. Вот, готовлю какие-то планы, потом ко мне подходят те же самые предприниматели, там, не знаю, с которыми я, ну, как, так либо встречаюсь, да, там, знакомлюсь, тоже, которые из Молдовы, например, тоже, да, и мы разрабатываем стратегии тоже продвижения и дальнейшего, как бы, развития на рынке. То есть я им помогаю в этом плане, потому что они, например, умеют, там, завести товар, какие-то деньги имеют, а каким образом его продать, что-то, что сделать, ну, приходится, как бы, с ними общаться, и, конечно, как мы говорим, менторство не безвозмездно, вот. Ну, и получается так, что, ну, пытаюсь, да, там, может быть, там, спорту что-то уделить время, еще там чему-то, но очень редко. Ну, то есть пока что ты удовольствие, удовольствие от зарабатывания денег ты пока еще не позволяешь себе испытать? Ну, удовольствие всегда его можно испытать, да, там, например, определенным моментом, но... Купить печеньку? Да, плюшку, плюшка, сто процентов. Как сказать, даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не задумывался насчет того, какое мы время свободное, его просто нету. Я не пытаюсь там поехать куда-то отдохнуть или что-то еще, мне это просто сейчас не надо. Сейчас я чувствую, что я вот на пике своей формы, и мне, как бы, прет. Интересно расширять свои, интересно масштабировать. То есть я нахожу удовольствие в том, что, например, есть возможность открыть какие-то новые направления, какие-то новые дела, где-то себя применить в каком-то, да, помочь кому-то, что-то развить, там еще что-то. Вот в этом я нахожу даже больше удовольствия, чем, может быть, я там пошел куда-то отдохнуть, или там, не знаю, съездил на рыбалку. Вот все пытаемся, пытаемся, и какие-то нам не получается. Какие планы по развитию твоей компании у тебя сейчас? И, как я поняла, еще вот парочка новых бизнесов тоже как-то не за горами. Ну, первично это, опять же, забрать эту узкую нишу, обработать ее полностью, проработать, вот, в дальнейшем там… Ты себе поставил три года, да, на это? А, нет, годик. Годик. Так. Вот, есть проект большой, ну, он федерального масштаба, вот, это такое социальное, да, предпринимательство, наверное, это государственное частное предприятие, мы собираемся делать. Не знаю, насколько я, правда, общался и с людьми из Думы по поводу этого вопроса, и мы из непосредственно Ассоциации молодых предпринимателей вот обсуждали это. Это помощь в создании такой структуры по работе инвалидов на дому. То есть, мы все знаем, что сейчас вот с апреля месяца нам дали непосредственно приказом Владимира Владимировича, скажем, возможность рекламентировать удаленную работу, вот, это уже прописано в ГЗОТе, да. Вот, на фоне этого мы хотим создать структуру, да, вот, чтобы инвалиды могли, не отрываясь, скажем, как бы, ну, у нас очень большой потенциал людей, которые, первичная инвалидность каждый год у нас очень высокая, около миллиона человек регистрируется. И эти люди, в принципе, достаточно трудоспособны. Да, они экономисты, юристы, могут выступать консультантами, кем угодно, но трудовые взаимоотношения говорят о том, что предприятие должно у себя создать какое-то там место и брать этого человека на работу. Слушай, а как так вот? Я смотрю на тебя и понимаю, что каким-то удивительным образом, несмотря на то, что ты настоящий такой пахарь, да, человек, который реально может там пешком от мытищ прийти в центр Москвы, ну, понятно, что, ну, нет, в общем, там, предела, да, какому-то, что ты можешь 24 часа в сутки. Тебя интересует не только вот заработать денег и, там, купить дом в Ницце или личный электролёт и все вот эти вот задачи. Что это вот всё время тебя тянет в эту социально-общественную деятельность? Ну, я не знаю. Что тебе покой не даёт? Вот какая-то психология, вот наблюдаю, да, очень интересно наблюдать за тем, что происходит в России. Я долго здесь не жил, с 89-го года, и когда приехал сюда, я был, как бы, удивлён очень сильно тому, какие разговоры я слышу, да, как люди между собой общаются, всё остальное. Ну, что тебя удивило? Что, например? Ну, например, молодёжь. Молодёжь повсеместно хочет почему-то валить из России. То есть, если там общается парень с девушкой, там, лет, там, 17-18, да, у него идея фикс – это пойти, срубить бабла, 3-4 тысячи долларов и валить куда-нибудь подальше от России, потому что здесь нет будущего, нет чего другого. Я хочу показать людям другое, что, наоборот, вот у нас в бизнес-навигаторе, да, есть у меня идея по поводу продвижения духовности человека. То есть, духовности предпринимателя, то, что это было раньше – это твоя земля, она тебя питает, а не то, что ты куда-то там уезжаешь. Конечно, вот даже, не помню, какой-то бизнесмен, он, живя долгое время в Америке, выходец из России, мигрант, да, он хотел завести туда землянику, посадить там в Америке. Он привёз её, сорт посадил, получилось не то. Он потом опять приехал сюда, собрал себе кустарник вокруг, посадил, опять не то. Земля другая? Земля другая. Послушай, но, господи, это же, во-первых, такой адский неподъёмный труд, а во-вторых, найдутся люди, которые тебе скажут, да что же здесь-то, как же здесь-то, здесь же душат нас, как здесь развиваться молодому предпринимателю. Я о чём и говорю, что вот эта идея, я не знаю, да, хорошо, там, со стороны государства какие-то идут моменты, да, даже то, что мы, скажем, сейчас изменения в законодательстве, там, если что, страховые взносы для ИП, да, то, что повысили. Окей, хорошо, но, опять же, для Москвы это совершенно несущественно, для остальной России, да, были закрыты какие-то определенные предприятия. Да, да, ушли люди в тень, хорошо, но в любом случае здесь люди живут, они здесь зарабатывают, то есть и зарабатывают очень неплохо. Вопрос совершенно в другом, если, опять же, то, что мы говорили изначально, кто ты и что ты хочешь на этой земле, да, то есть, вот, если ты приезжаешь сюда чисто заработать и уехать, то ты не добьёшься того, чего ты можешь добиться на самом деле. А если у тебя идея такая, что, так, все работают так, и мне нужно, там, где-то вывезти деньги за границу, купить, там, недвижимость, всё остальное, и валить, валить отсюда, когда только первый ветерок подует, ну, значит, вот так ты себя настроил. Вот таким образом ты будешь потребительски относиться к этой земле, к этим людям, к этому зарабатыванию, ресурсам, всему остальному, и просто для того, чтобы где-то создать какой-то себе плацдарм и нормально себя чувствовать в будущем. Ну, как правило, большинство людей именно этого и хотят, создать себе какую-то комфортную среду обитания, заработать денег, вкусно кушать, сладко спать. А потом ноют по поводу того, что это, ай, ностальгия меня замучила по России, а вернуться не могу. Да, но это в лучшем случае ещё иногда в окна выходят. Скажи, пожалуйста, вот как уже человек с таким серьёзным опытом ошибок и успехов в бизнесе, какие главные вещи нужно знать молодому предпринимателю, который стоит в начале пути? Кому-то, кто вот хочет сделать свой бизнес, но вообще ещё не понял, как и что? Ну, первоначально, думаю, вот как мне преподаватели говорили, и я с этим полностью согласен, есть некоторые вещи, которые человек ни в коем случае при ведении своего дела не должен выпускать из рук. Это стратегия и деньги. То есть это то, что, например, стратегия направлена с того момента, когда ты задумался о своём деле, ты увидел в себе, что ты способен, ты хочешь этого. Сейчас очень много разных программ, совершенно других поддержек, даже государственных, по поводу того, что если у тебя есть идея, конечно, это не как, например, на Западе, да, там, совершенно по-другому к этому относятся. То есть тебя не гнобят за то, что ты потерял какие-то деньги, и что-то из этого у тебя получилось или не получилось, да, здесь у нас это очень сложно. Опять же, вопрос возникает, что если ты хочешь, пытайся, пробуй, падай, подымайся, делай. Ходи пешком по Москве и напитывай себя. Это само собой. Спасибо огромное, Алексей Молдаван был в доле, удачи.